вот ну я буду рассказывать действительно про тропические всякие тропическую алгебру и сегодня ну я некие дам определение нужное обзор сделаю результатов необходимых вообще историю вопроса возникновения тропической алгебры но основное такое направление будет до задачи такая что вот вот у нас есть многочлен допустим классический и мы хотим узнать вот ноль это или не ноль как-то проверить ну нужно поставлять какие-то точки вот вопрос сколько точек какие точки это вот как бы такое тестирование многочленов отсюда идет вся эта дорожка к теоремы нулях или нольшталинзац и там все это дальше и такая алгебраическая нольшталинзац и комбинаторная вот про это все очень хорошо известно в алгебрической геометрии а я буду рассказывать аналоги вот этих вопросов в тропической в тропической области тропической алгебре и там будет задачи ну вот это это общее направление как бы распознавание распознавание многочленов и такая интерполяции а задачи будут значит вот нольшталинзац потом будет теорема называется лемма шварца зиппеля о том в скольки точках на решетке может обнуляться многочлен потом дальше будут задачи в универсальном об универсальном тестовом множестве для многочленов ну и последняя тема которую которая поговорю это будет так называемая tau tau гипотеза шуба смела которая связана с пнп проблемой ну вот оказалось что в тропическом исполнении она как бы решается положительно но ничего не дает для пнп проблемы зато это такая открытая проблема вот ну переходим до натул зато теперь верха не видно сейчас может быть да я не знаю там обычный pdf файл на просто что-то что-то вверх совсем исчез несколько строчек первая страница да вот следующая попробуйте насти полистать просто давайте да как-то да так мелко очень знаете вот сейчас вот может быть так оставить мы сейчас хотя бы видно да 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 лучше уже не будет давайте да 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 то есть или можно сесть поближе там да 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 спасибо да вот ну давайте я начну с определения значит основным объектом тропического выбрать является тропическое полукольцо значит у него две операции вот вот они так обычно обозначаются это аналог сложение умножения вычитания там нет сразу предупреждаю бывает деление ну скажем так основным источником примеров является упорядоченная на полу группа и тогда она является одновременно тропическим полукольцом с операциями максимум а в качестве умножения это это вот и групповая операция вот терминология что если ты это упорядоченная или соответственно-ответственно абелевая группа то тогда ты там называется тропическим полу полу полем Полутелом, то есть полутелом, или тропическим, соответственно, полуполем. То есть когда имеется еще и деление, то есть имеется классическое высчитание, а тропическое это будет деление. Ну и если она абелева, ну, соответственно, это будет поле. То есть операция классического сложения или тропическое умножение будет коммутативна. Ну вот примеры. Например, это неотрицательные целые числа, а также полезно рассматривать неотрицательные целые числа, например, с дополненным минус бесконечностью. Это будут все коммутативные тропические полукольца, при этом минус бесконечность будет играть роль нуля, это нейтральный элемент. Понятно, что если брать максимум с минус бесконечностью, тогда это будет тот элемент, с которым максимум берем. И в свою очередь, если наоборот ее сложить, то с чем-то, то будет минус бесконечность, то есть это в точности роль нуля. А ноль в свою очередь играет роль единицы, то есть умножение на ноль, это ничего не меняет. Это были полукольца. Если мы возьмем все целые числа, или все целые числа, соответственно, с дополненным минус бесконечностью, это будут полуполя. Потому что там еще есть вычитание, то бишь тропическое деление. Теперь пример некоммутативного тропического полукольца. Это n на n матрицы, скажем, над любым из этих полуколец, например, над z минус бесконечностью, с обычным правилом умножения матриц. Просто мы копируем правила умножения матриц. Важный объект для нас будут тропические многочлены. Начнем с маномов. Тропическая степень для начала. Это просто и раз мы перемножаем переменную на себя тропически. Тропический маном можно рассмотреть. Это тропическое произведение, коэффициент какой-то и степеней переменных. Ну и тропической степенью, естественно, называется сумма степеней переменных. Параллельно удобно рассматривать вместе с тропическими и классическими, собственно, что это означает классический. Ну вот маном, это будет просто линейная функция. Вот такая линейная функция. Вообще, интересно, что в тропической алгебре для того, чтобы рассуждать, удобно рассматривать аннотацию как аннотацию тропическую. То есть, как умножение, сложение или деление. А если вычислять, то просто привычнее вычислять как с классическими функциями. Так что я буду использовать и тот, и другой язык. Теперь от маномов переходим, соответственно, как и в классической ситуации, к тропическим многочленам. Это просто тропическая сумма, то есть максимум маномов. То есть, классически это будет максимум линейных функций. Или это можно себе представлять как классически просто выпуклую кусочно-линейную функцию. Вот. Это все как бы понятные и более-менее привычные определения. Вот то, что непривычно может быть, это как определяется тропический ноль. Ну и ниже я скажу причину такого определения. Значит, точка называется тропическим нулем, если максимум в тропическом многочлене достигается, по крайней мере, на двух маномах. На двух разных значениях J. Вот. Ну или геометрически это можно так себе представлять. Вот, как мы говорили, тропическое многочлен – это такая выпуклая кусочная линейная функция. Так вот, нули – это точки ее негладкости. Точки негладкости там, где вот два линейного кусочка сходятся. Вот. Ну вот это вот были базовые определения. Теперь я скажу о каких-то исторических основах тропической алгебры. Дело в том, что многие люди приходили независимо с разных сторон к тропическим объектам. Ну вот, как недавно мне сказал Максим Концевич, там наиболее старые из исторически известных – это арабские математики, там где-то X века. Ну, там я не знаю, но я более свежие вещи скажу. Значит, ну вот один из источников – это математическая физика. Это вот академик Маслов, Литвинов, Колокольцов и вот их сотрудники. Они что делали? Ну, уравнение математической физики так довольно трудно решать, поэтому они попытались упростить арифметику, которая стоит за уравнениями, и заменили операции вот, допустим, сложения на вот такой операции. То есть у нас есть некий параметр t, но который играет роль как в квантовой механике параметр. Вот. И вот такая операция. Значит, нетрудно видеть, что предел при t стремященстве к нулю – это просто максимум из-за и b. Вот так возникает, значит, максимум. Ну, а умножение, ну, фактически они заменили на сложение. Вот при этом уравнение упрощается, арифметика упрощается, уравнение упрощается, и что-то можно сказать про решение. И потом попытаться вот этот параметр как-то t менять, наоборот, вот его как бы, ну, вот это как бы деквантизация. То есть мы при t равном нулю решаем эти уравнения, а потом пытаемся решить при каких-то произвольных t. Это вот один источник. Другой источник – это, собственно, может быть, ну, первый такой принадлежит Ньютону. Это как Ньютон пытался решать алгебраические уравнения. В рядах он, ну, он раскладывал в какие-то ряды. Как-то так у него был даже алгоритм, который там вообще в современном, на современном языке называется многоугольник Ньютона. Ну, позже, поскольку через 200 лет там Пьюизо развил теорию этих рядов, доказал, что поле этих рядов алгебраически замкнуто. Вот это какие ряды? Это ряды от переменной t с рациональными показателями. И важно, что показатели имеют общий знаменатель. Вот какой-то знаменатель q. Ну, и вот они так, значит, убывают эти показатели. И вот это называется ряд Пьюизо. Но вот поле рядов Пьюизо вот таким образом обозначается. И вот, значит, Ньютон пытался делать следующее. Он пытался решать алгебраические уравнения вот в рядах Пьюизо. То есть вот у нас пусть есть алгебраические уравнения. Ну, у него даже можно считать, что коэффициенты в рядах уже Пьюизо. Но, так вот, собственно, в чем теорема Пьюизо была, которая говорит о том, что поле рядов Пьюизо алгебраически замкнуто. В том, что можно решить систему, если она вообще разрешима, можно решить в рядах Пьюизо. Ну, как, собственно, Ньютон делал по методу. Тут метод Ньютон в чем-то стоит. Он раскладывал, он пытался найти сначала на первом шаге своего алгоритма первый показатель, старший показатель. Ну, и вот видно, что эти старшие показатели удовлетворяют в точности на современном вот таком языке тропическим уравнением. Вот так, собственно, у Ньютона и возникли тропические уравнения. Хотя, конечно, он такого слова не знал. В первую очередь, слово Тутора довольно случайно тропическое возникло. Эта история была такая, что действительно многие люди занимались этим. И, в частности, был и француз такой, Пан, пишется P-I-N, ну, P-I-N. И он поехал к своему другу Серману в Бразилию. Они сидели на пляже и стали думать, а чем мы, собственно, занимаемся, как его назвать. Ну, раз мы сидим на пляже в Бразилии, давай назовем тропической математикой. Ну, так и пошло. Вот, просто в чем, как бы, идея? Вот если подставлять, пытаться уравнение, то есть вот эти ряды в уравнение, и необходимым условием, но недостаточным для разрешимости является совпадение старших членов. Потому что если старшие члены в мономах не совпадают, ну, тут вообще шанса нет для решения. Поэтому они, по крайней мере, должны совпадать. И вот это условие совпадения старших членов, это и есть тропическое условие. Вот это вот такой источник из решения уравнения в рядах Ньютон-Пизо. Другой источник, это, он возник из Computer Science. Вот задача такая, что имеется граф с весами на ребрах, вот между ИЖ, ребро, W, ИЖ. И задача такая, значит, нужно для каждого К посчитать для всех пар вершин минимальные веса путей длины К между вершинами ИЖ. Для каждой пары, вот, найти такую, как бы, матрицу, найти матрицу весов, минимальных весов путей из А и ИЖ, длины К. Ну, это в точности эквивалентно вычислению катой тропической степени матрицы весов. Это где-то рассматривалось, это задача в годах 50-х еще. Не Ка, это в смысле, не более, чем Ка-Рюбер? Да, в точности Ка-Рюбер. В точности Ка-Рюбер, да. Вот, это, значит, вот третий источник. Ну, и последний, который, ансамбли их гораздо больше. Ну, вот, то, что я упомяну, это такие приложения, которые, действительно, реальные приложения в составлении расписаний. Вот такая задача. Пусть у нас есть несколько работ, которые мы будем буквами И обозначать, и они выполняются машинами J. Ну, вот, у них, скажем, время выполнения Т, Т и Ж. Ну, и разные есть ограничения, что, ну, какая-то, вот, скажем, работа, может быть, выполнена, там, работа И 0, только после работы И, может быть, только выполнена, да. Ну, тогда, вот, значит, тогда, если, вот, какие неизвестные будут, это будут время начала Х и Ж, это время начала выполнения работы И машины Ж. Тогда, вот, последнее ограничение будет иметь такой вид. Ну, у меня был максимум, вот, минимум, но это теория, есть просто, вот, кто-то, кто-то любит максимум, кто-то любит минимум. Вот, сегодня я говорю про максимум, но заменить на минимум, это просто заменить все на минус. Минус на плюс и наоборот, и будет теория с минимумом и с максимумом поменять с местами. Так что, можно рассматривать и минимум. Значит, вот у нас возникает такое ограничение, в точности такое тропическое ограничение. На самом деле, оно не совсем тропическое, потому что здесь неравенство, но это вот такие, как бы, неравенства с минимумом и с плюсом. Это теория в точности эквивалентно тропическим уравнением. Другое ограничение, например, может быть, что машина не может одновременно выполнять две работы. Ну, вот, вот такого сорта ограничения возникает. В общем, возникает ограничение, у которых есть неравенство, минимумы и плюсы. Это вот такая задача тропическая, иногда называется мин плюс. Это примерно, это в точности эквивалентно ей. Вот, и она приводит, то есть мы получаем такую систему уравнений, точнее, неравенств, линейных неравенств, мин плюс неравенств. Она вот эквивалентна, как я сказал. И вот есть алгоритм, есть алгоритм довольно быстрый для ее решения. И вот они, например, используют составление железнодорожных расписаний. Вот в Дании есть такой скрайвер, большой энтузиаст вообще алгоритмов оптимизационных, в частности тропических. Вот он это применил, вот там, расписание поездов в Голландии составляется именно вот с помощью такого алгоритма. Вот, еще есть разные источники. Вот об одном из них, который происходит из глубокого обучения, дипленинг, я скажу в самом конце. Так, ну хорошо, значит, теперь переходим непосредственно к задачам, которые мы будем рассматривать. Значит, первое, это будет вот комбинаторный нольштейлинзац. Сначала я начну с классической, но, причем я расскажу только про слабую. Ну, про сильную два слова скажу, но дело в том, что она в тропическом варианте не верна, поэтому я про нее много говорить и не буду. Ну, она совсем простая. Значит, вот у нас есть многочлен над произвольным полем. Причем, надо подчеркнуть, что это поле необязательно алгебраически замка, в отличие от гильбертовской нольштейлинзации. И вообще тут приложение, это вообще-то придумал ее Нагаолон из Израиля, и у него приложения были основные конечным полям к теории чисел. Ну, значит, вот этой комбинаторной нольштейлинзации. Да, и вот, значит, нам, скажем, известно, что степень многочлена по каждой переменной, ну, по переменной иксы там не превосходит ДИ. Рассмотрим такие подмножества в поле F. Все, что нам проникнуло, что размер этого множества больше, чем ДИ. Значит, теорема, вот эта, я подчеркиваю, слабая теорема нольштейлинзации, она состоит в том, что тогда многочлен H, он не может обнуляться вот на всей этой решетке. Здесь стоит крестик, давайте это уберу так, как его не убрать, ну, ладно. Значит, здесь тоже стоит умножение, такое же это, Декартовое умножение. Он не может обнуляться. Это очень простое, это очень такое простое упражнение, и это называется слабой теоремой, потому что сильная теорема, она на самом деле... То есть, эта теорема, она даже и не используется, она не имеет приложения в теории чисел, а сильная теорема, она так звучит. Вообще, вот такого сорта теоремы, и у нас будет несколько такого сорта теорем, они звучат так. Вот у нас, допустим, фиксирован носитель многочлена. Носитель, то есть, носитель это те, ну, скажем, те маномы, которые не нулевые. Ну, в данном случае это будет такой, как бы, пролепипед, если нарисовать решетку из маномов целую, то это будет такой пролепипед, там, Д1, Д2 и так далее, там, ДН. Вот, а пусть у нас вообще у многочлена известен носитель. Так вот, там, давайте картинку, может, нарисую, что про немножко, одно слово скажу про сильную теорему, ну, Штейлин-Зац, сильную комбинаторную. Вот у нас на плоскости две переменных. Вот у нас известно, что носитель многочлена, он лежит в таком треугольнике. Там даже не важен его размер. Вот, а мы хотим, то есть, мы спрашиваем. Вер, носитель, это те целые точки, ну, вот, скажем, если у нас присутствует многочлен, там, Х, И, У в степени Ж, то вот точка ИЖ, она будет в носителе. Это те точки, у которых не нулевой коэффициент при вот маноме, да. Вот, и, значит, Томыра рассматривается вот такое множество. Вот такой просто прямоугольничек. Я квадрат нарисовал, но действительно прямоугольничек. Давайте более прямоугольным нарисую. Вот, и в чем состоит сильная теорема? Сильная теорема стоит в следующем, что если мы возьмем вот такой носитель, вот это будет носитель у нас. Носитель. То есть мы многочлено берем с маномами вот из этого треугольника. То есть сумма, иначе сумма, то есть степень, степень маномов там не превосходит некоторого числа d. А дальше мы спрашиваем, а может ли он обнулиться, может ли он обнулиться вот на такой решетке. То есть теперь мы это рассмотрим как числа. Все целые числа здесь. Вот, но при этом мы требуем, чтобы вот этот коэффициент, этот, именно этот коэффициент, был бы не равен нулю в маноме. То есть он действительно присутствовал. Тогда сильная теорема, в отличие от слабой теоремы, говорит о том, что это невозможно. Вот такого не бывает. Это довольно немножко странно выглядит, потому что, ну, казалось бы, давайте так рассуждать. Вот у нас есть какие-то точки, точек существенно меньше, чем носитель. Значит, что такое условие обнуления? Ну, это линейное уравнение на коэффициенты. У нас коэффициенты неизвестные, скажем, многочленные. Мы пишем такую систему уравнений, что вот там в данной точке, в какой-то точке, там значение равно нулю. Ну, это линейное условие на коэффициенты. Итак, пишем число условий, такую линейную систему, которое меньше, чем число неизвестных. Казалось бы, она имеет решение. Но она имеет. Но неприятность в том, что у нее вот этот коэффициент будет всегда равен нулю. А вот теорема Алона говорит, что это, ну, вот так оно и будет. Вот. И вот эта теорема, это сильная называется, сильная теорема, она уже имеет приложение к теории чисел, там теорем типа Шевале, конечными полями. Вот. Но она не верна. Вот ее аналог тропически неверен. Поэтому я про нее много говорить не буду. Вот. Но более того, в тропической ситуации это в принципе неверно. В тропической ситуации, если, значит, если число точек, там не больше, ну да, не больше, чем число точек носителей, то всегда есть многочлен в точности с таким носителем, который на них обнуляется. Вот эта линейная система, она будет иметь решение и может добиться того, чтобы все коэффициенты были не нулевые. Так что носитель будет точности как надо. Вот. Ну, это вот такую сторону немножко про сильную теорему. Ну, например, там, там, эту теорему можно использовать для такого детерминированного теста, что многочлен данными степенями, там, он является отождественным нулю или нет. Допустим, у нас есть там, ну, такая стандартная постановка в сложности. Вот у нас есть черный ящик, который там некий многочлен вычисляет. Мы это что-то там, свойства знаем, правда, этого многочлена, но все, что мы можем там вычислять его в каких-то точках. Вот мы хотим узнать, ноль это не ноль. Ну, вот можно так совсем тупо во всех точках решетки проверить и посмотреть, вот ноль не ноль. Если во всех ноль, ну, все, значит, моноторжественно равен нулю в многочлене. Да, ну, вот я тут уже говорил про носитель, это Сапот. Вот так что это вот то, что Саша спрашивал. Это множество тех, значит, мультииндексов, в которых вот маномы присутствуют в многочлене. Вот. Есть такая странная очень гипотеза, до сих пор открытая. Это все напоминает классическая ситуация. Реслеры и Ронга, что многочлен не может обнуляться на своем носителе. Звучит так вроде очень коротко, но очень странно. То есть, что мы делаем, если подумать. Мы берем многочлен, у него какие-то, причем, какие-то совершенно, может быть, произвольный носитель. И подставляем вот точки этого носителя, вот такие целые точки. И почему-то вот он не может на всех них обнуляться. Ну, вот действительно, там на компьютере пытались все считать. Вот, ну, контрпримера нет. И доказать не могут. Вот такая... Что-что? Неважно. Вот на любом поле. Вот на любом поле. Неважно совершенно. Ничего не доказано. А с другой стороны, мы увидим, что в тропическом ситуации это верно. Это одна из теорем будет. Вот такая странная гипотеза. Она выглядит, я говорю, с одной стороны, очень коротко, но, с другой стороны, довольно дурацко, если подумать. Это, на самом деле, означает, что некоторый определитель там не равен нулю. Но определитель совершенно дурацкий. Да, ну, ну, понятно, связь, что теорема Алона, вот эта слабая, она просто является частным случаем. Ну, она доказана, а гипотеза не доказана. Просто это для частного случая, когда у нас просто носители, это вот такая решетка. Такой пролепипед. С сторонами там D1 плюс 1, там и так далее, Dn плюс 1. Хорошо. Ну, вот переходим к тропическому аналогу. Что здесь происходит? Можно, Дмитрий Ильич, еще на частный случай посмотреть? А это частный случай, это и есть теория Алона. Вот что Многочин не может обнуляться на вот такой решетке. Нет, в смысле, почему, если степень по Иксида и меньше либра, чем Дида, это суппорт именно такой? А, это в точности означает? В точности. Нет, он содержит, эта штука содержит носитель. Ну да, носитель может быть еще меньше, да. Да, конечно, да. А, я понял. Если уж на... Нет, нечестно. Просто носитель целиком... Носитель вот в этом праллелепипеде сидит, да. В этом праллелепипеде, да. Да, да, да. То есть, он обнуляется на своем носителе, но меньше. Оно слабее, чем то, что нужно даже применить теорему. В смысле, оно... Сейчас, сейчас, еще раз. Оно обнуляется на параллелепипеде, а мы хотим доказать, что на более маленьком множестве не обнуляется. Нет, 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 секундочку, нет. Теорема лонно доказана. Вот он не обнуляется, да. Да, гипотеза, что вообще любого носителя, это верно. Носитель мой очень кривой может быть. Он не праллелепипед, а вообще какой-то такой. Вот, но... А сейчас мы увидим, что в тропической ситуации все это гораздо лучше. Давайте ведем такое определение. Пусть есть два множества С и Д вещественные. Вот они, как сказать, изоупорядочены. Если есть такая вот биекция между ними, что для каждой двух точек выполнено следующее. Что если... Ну, в общем, короче говоря, это отображение сохраняет порядок на координатах. На каждой координате. Ну, тождественное, естественно, и отображение является изовода там. Понятно. Примеров нетрудно придумать. Вот. Ну вот, первое из наших теорем, значит, что тропический многочлен от переменных, он не может обнуляться на множестве, ни на каком, которое изоупорядочено его носителю. Ну, в частности, если мы начинали с пролепипеда, то получаем вот аналог, тропический аналог слабой теоремы Алона. С другой стороны, если отображение тождественное, С и Д, С просто совпадает и отображение тождественное, мы получаем тропический аналог такой гипотезы Реслера-Ронга. Даром. Так что, в тропической ситуации мы его легко доказываем. Ну, доказательства, не бог весть, какое трудное, но я не буду, наверное, постанавливаться, в общем, там просто писать много, да. Вот. Значит, переходим к следующей задаче. Вот эта такая лемма, она называется Шварца-Зиппеле, но многие люди ругаются, что такое название, потому что она, на самом деле, очень простая. Ее знали, конечно, до них, просто они ее использовали очень активно. В чем она состоит? Ну, вот пусть у нас есть какое-то множество даренкомплексных, уже неважно, точек и какой-то многочлен. H. Так вот, спрашивается, вот если мы возьмем вот такую решетку, ну, просто есть степень N для простоты, может было пролепипед взять, но давайте возьмем просто такой кубик, N-мерный кубик, и спрашивается, а на скольких точках в этом кубике может многочлен обнуляться. Ну, вот, вот ответ. Почему это точная оценка? Степень его умножить на S степень N-1. Ну, понятно, почему она точная, потому что можно просто на одной гиперплоскости обнуляться, и так на степень H в гиперплоскостях можно обнулить, просто перемножить их. Так что, это точный ответ. это используется обычно для вероятностных тестов, вот как я говорил, узнать, что многочлен ноль-не-ноль, черным ящиком, вот, скажем, у нас известно, что многочлен какой-то там степени, мы берем, скажем, вот эту самую, размер S, ну, скажем, мы хотим ошибку не больше, чем одна треть получить. Вот мы берем тогда в три раза больше S, чем его степень, и случайно просто одну точку выбираем, и все. И вот тогда с вероятностью ошибка будет одна треть при случайном выборе точки, что он ноль-не-ноль. Если ноль, мы говорим, что он ноль-не-ноль, ну, все, значит, тогда мы знаем, что это не ноль. В это левное предыдущее все надо добавить условие, что H не ноль, да, тождественный? Тождественный? Да. Где тождественный? Ну, да, 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 конечно, конечно, да, но с другой стороны, что такое степень дождественного нуля? Вопрос философский, да. Вот, значит, теперь тропически... Что такое отрицательное количество точек, или там абсолютно... Не-не-не, а что такое вообще степень нулевого многочлена? Может быть, это бесконечность, я не знаю. Порядок бесконечный. Ну, например, да. Да, так вот, тропический аналог теоремы, то есть леммы, там просто другой будет ответ, а суть та же. Пусть у нас теперь вот есть какие-то D1, Dn, подможество r, ну и, скажем, степень будет... Да, ну и мы рассмотрим многочлен, который... Тут два варианта, что у него либо степень, просто меньше минимум d, ну иначе просто бессодержательно будет, если это условие не предположить, либо степень по каждой переменной, и в том и другом варианте это будет верная оценка, то тогда этот многочлен может обнуляться вот не более, чем на стольки точках из вот этой пролепипеда этого. То есть тут просто размер этого пролепипеда, ну и вот мы что-то вычитаем. Оценка точная, просто опять же на плоскости я нарисую, почему она точная. Ну давайте вот у нас есть, допустим, прямоугольник, но опять же он как квадрат получился. как известно, тропическая прямая, она вот имеет такой вид. Кто знаком с тропическими прямыми, вот она имеет такой вид. Поэтому, значит, мы можем сразу замести все эти вот все эти точки. И теперь давайте возьмем произведение нескольких тропических прямых, но с вершинками на диагонали. То есть мы возьмем там вот D с произведения D тропических прямых вот с вершинками вот на диагонали. Тогда они заметут в точности вот это множество. Ну и вот останется вот этот остаточек, это в точности есть эта разность. Так что это вот так, как достигается эта оценка. Ну и доказывается с другой стороны и верхняя оценка. Так что оценка точная и в классической точной ситуации и в тропической. Вот теперь мы переходим к третьей теме, которая здесь вот эти результаты будут действительно довольно так изящные, но простые. Теперь переходим к третьей теме, где в общем до конца ответ неизвестен и все так довольно, все довольно хитрее. Это вот универсальное тестовое множество для малочленов. Ну малочлен, как мы говорили вначале, это сумма небольшого количества членов. То есть это на самом, то есть это на нашем языке это многочлен, у которого очень маленький носитель. И что мы, что такое универсальное тестовое множество? Вот допустим, мы ничего не знаем про, вот у нас опять же допустим, есть черный ящик и мы про малочлен. Все, что мы знаем, что у него там допустим, Т членов. Все, только одно число Т. Мы не знаем, какие там аномы, ничего, все, только вот число Т. А мы хотим придумать универсальное множество такое, что вот если мы его подставим в этот черный ящик и получим все нули, то тогда мы уже знаем, что это могочение тождественное ноль. Вот такая задача. Вот в классической ситуации она благополучно решена. Здесь как бы наоборот, в классической ситуации решено, в тропической она до конца не решена. Но давайте сначала я расскажу ответ в классической ситуации. Вот пусть у нас, значит, и так, есть многочлен, который имеет не более чем К членов. К спас, то есть у него не более чем К маномов. Возьмем, значит, попарно различные простые числа, там, н штук, столько-столько переменных, н штук, и рассмотрим вот такую точку с И. Это просто и той степени вот этих простых чисел. Такие целые точки. Это будет наше тестовое множество. И мы скажем, что семейство точек образует универсальное тестовое множество для К разреженных многочленов. Если никакой неразреженный многочлен не обнуляется на всем этом семействе. Ну, опять же, говорим, что он не является тождественным нулем, конечно. Я уже договорку буду пропускать. Ну, и мы доказали очень давно, что вот эти тесты, вот если мы возьмем К таких точек, просто вот степеней простых чисел, то они составляют универсальное тестовое множество для К разреженных многочленов. То есть, действительно, довольно удивительно с первого взгляда, что мы не знаем про показатели у этих многочленов, могут быть любые, но тем не менее, их не больше, чем К. И вот мы подставим вот эти К точек. Если мы получили все нули, все, это даже если ноль. Более того, можно рассмотреть более общую задачу не тестирования, а интерполяции. То есть, мы хотим не просто многочлен узнать о ноль-не-ноль, а вообще хотим его восстановить. То есть, хотим восстановить как показатели, так и коэффициенты при них. И вот оказывается, что это можно сделать, но чуть-чуть увеличив, ну, просто в два раза. Но это понятно число точек. То есть, те самые точки, только их в два раза больше. Почему им нужно в два раза больше точек интуитивно, тоже понятно. Потому что, ну, у нас имеется, грубо говоря, К маномов неизвестных и как коэффициентов при них. Ну, как бы 2К, ну, показатели, они, правда, это целые вектора, но, тем не менее, их хватает для того, чтобы восстановить этот многочлен. То есть, его можно и более того интерполировать. То есть, найти как маномы, так и коэффициенты. Вот. Это вот определение универсальное тестовое множество и результаты в классической ситуации. Теперь я перехожу к тропической, где ситуация гораздо более запутанная. Ну, сначала мы рассмотрим универсальное тестовое множество с коэффициентами вещественными. Ну, здесь ситуация чуть более простая, значит, она похожа на классическую. вот для к разреженных тропических многочленов это будет в точности к. Но беда в том, что эти точки они будут с очень плохими коэффициентами. Это какие-то будут ну, точки, которые, ну, скажем, они общего положения. То есть, они там, линейно независимы над рациональными числами. Нехорошие точки такие. Вот. Хотелось бы, конечно, такие хорошие иметь, там, рациональные, ну, или, может, целые даже. Вот. Тут ситуация посложнее будет. И она связана с такой, с комбинаторной выпуклогеометрией, с такими нерешенными задачами комбинаторной выпуклогеометрии, о которых я скажу. Давайте сделаем следующее. Вот, опозначим как раз через скн вот размер этого универсального множества минимальной. То есть, мы берем минимальный размер универсального тестового множества для k-разреженных многочленных и переменных, вот, которые мы знаем, что он действительно тестовое множество. То есть, подставили, если получили 0, все, это тождественная 0. Тут есть точный ответ только для двух переменных. Для двух переменных вот до конца можно пробить, получается, в точности, он вот такой, 2k-1. Вот, видите, отличается, отличается от классической ситуации и отличается от тропической над вещественными числами. 2k-1. А вот больше двух переменных ответа до конца нет. Есть нижняя оценка вот такая, то есть, вот, там, примерно все k-n пополам так вот, асимптотически, да? Сверху, сверху чуть похуже, там, в два раза похуже. Но это оценка неконструктивная. То есть, мы говорим, да, вот, существует такое там тестовое множество, построить его не можем. Но более интересно, конечно, его явно предъявить. И, чтобы его предъявить, вот сейчас я расскажу про такие, действительно, задача такая, она выглядит даже как такого олимпиадного вида из комбинаторной выпуклой геометрии. На самом деле, мы сейчас возьмем функцию, обратную к интересующей нас функции. У нас была функция s от k-n, а возьмем k от s-n. То есть, это функция обратная к s от k-n, то есть, минимальная k, такое, что для всякого множества s, из s большого и из s точек рациональных существует k разреженный тропический многочлен, который на этом s обнуляется. Это функция в точности обратная к интересующей нас функции s. Ну, геометрически, как мы говорили, что тропический многочлен это выпуклая кусочной линейной функция. И области линейности это, конечно, выпуклые многогранники. А тропические корни это то, что лежит на границе этих многогранников. Что значит на границе? Это означает, что он пролежит по крайней мере двум из таких многогранников. Это в точности тропическое условие. Все это тавтология. Теперь мы скажем, что множество s для множества s его покрытие или, соответственно, двойное покрытие это семейство попарно не пересекающихся в смысле по их внутренностям многогранников с вершинами в s. То есть мы хотим покрыть многогранники покрыть множество s с вершинами многогранников и с вершинами в s, но так, чтобы эти многогранники еще бы не пересекались по внутренности. Вот. Это такое как бы покрытие. Или, соответственно, каждая точка покрывается по крайней мере два раза. Тогда мы говорим о двойном покрытии. Или, если по крайней мере один раз, но это одинарное покрытие. Вот. Ну, это вот такой объект очень популярный в комбинаторной выпуклой геометрии. Такие покрытия. Это еще Эрдыш начинал этим заниматься, а может и раньше. Вот. Ну и вот назовем, обозначим через К1 от SN и, соответственно, К2. Это минимальное число многогранников, которые реализуют вот такое однократное или, соответственно, двукратное покрытие S-точек. Произвольных S-точек. Вот. Ну и ну такая простая лемма, что вот это дело, что К1 и К2 это то, что нам нужно, а значит К, то есть К от SN это то, что нам нужно, а К1 и К2 это функции изучались в комбинаторной выпуклой геометрии. Ну и вот между ними такое нетрудно понять, есть такое неравенство. То есть нам нужно на самом деле оценивать, нам нужно К снизу оценивать, ну отсюда следующее достаточно К2 снизу оценивать. Вот. Ну и что тут известно? Это вот функция Е, это в честь R-дыши названа, Е от N, это вот что такое, значит, вот это будет максимальное такое число, что всякое достаточно большое множество точек в R-н, содержит подможество из вот вот такого количества Е от N-точек, которые образуют вершины выпуклого многогранника. без точек внутри этого без точек вот этого множества внутри этого многогранника. Иногда такие многогранники называются пустыми, потому что в них внутри других точек нету. R-дыши эту задачу сначала на плоскости поставил, и там была такая довольно длинная история с ее решением, ну вот, значит, давайте посмотрим, что такое на плоскости. У нас есть там N, ну, то есть много точек на плоскости. Ну, понятно, что всегда есть треугольник, такой треугольник из этих точек, так, что внутри других точек из этого множества нет. То есть это, по крайней мере, там три. Чуть поднапрягшись можно доказать, что четыреугольник есть, выпуклый. Горазо сложнее доказать, что есть пятиугольник. Тоже это было доказано через какое-то время. для любого исходного набора. Да, для любого набора, да, для любого, достаточно большого, конечно. Достаточно большого. Пятиугольник можно найти. Пятиугольник можно найти. да, было доказано. Это уже непросто, но это может было доказано. С другой стороны, там, ну, было доказано, короче говоря, что через то же какое-то время, что семиугольник нельзя построить. Всегда. То есть такие, сколь угодно, большие семейцы точек, что в них нет семиугольника. Ну и несколько десятилетий там оставался вопрос, что про шестиугольники. Но вот недавно было доказано, было построено семейство, в котором шестиугольников нет. Сколь угодно большие семейства, в которых нет выпуказок таких пустых шестиугольников. Поэтому значит, Е от 2 равно 5. Вот отсюда такой вывод. Но это единственное, то есть на плотности это единственное, где вообще ответ известен. Дальше уже мало что известно. Тут наилучшие результаты вот какие. Ну асимитатический результат, что вот эта функция для фиксированного n, она ограничена сверху такой явной функции факториального роста. Ну скажем n факториал, там чуть похуже там произведение первых n простых чисел, что-то вот такого типа. Вот. Ну вот про Е3, например, вот такой огромный гэп. Между ними снизу 7, сверху 22. Лучше ничего не известно. Вот. Ну зачем это нам все нужно? Ну вот, вот эта функция К1, размер однократного покрытия, она легко видеть, что она не меньше, чем S делить на вот эта функция РДШа от n. То есть эта функция, по крайней мере, линейная, снизу асимтатически. Ну и понятно, что К2 не меньше, чем К1. Поэтому нам, собственно, К2 нас интересует. Нас вообще К интересует, но К не меньше, чем К2, К2 не меньше, чем К1, а К1… В общем, короче говоря, К оценивается то, что нас интересует. Размер, то есть число маномов в разреженном многочленении не меньше, чем линейная функция от S. То есть S делить на вот эту дикую, может быть, функцию от n. Поэтому это интересно, конечно, только при больших S. Вот, собственно, следствие, которое нас интересует. Функция число маномов… Н – число переменных. Н – число переменных всегда, да. А S – это число точек. И мы хотим вот обнулить тропическим многочленом, у которого там К маномов. Так вот, число маномов… Есть примеры, когда число маномов не меньше, чем такое. Вот есть такие примеры, то есть… Ну, оно тривиальное, это неравенство. Если n быстро растет, то… Ну, если… А если S большой, если n фиксированное, там n равно 3, а S большой растет. Ну, тут и оно, поэтому тут не так все просто. Ну, вот это вот то, что я рассказать хотел про универсальное тестовое множество и про связь с комиаторной выпуклой геометрией. Но, по-видимому, эти оценки… Ну, этот наш подход, он не оптимальный. По-видимому, это можно все делать лучше, чем использовать функцию РДШ. Но вот к сравнению лучше у нас ничего не удается, n начиная с тройки. Как я говорил, для двойки у нас точный ответ, и он лучше, чем если бы мы использовали Е2 равно 5… Е2 равно 5. Он у нас лучше. Мы иначе делали. Вот, может быть, можно и для произвольной размера сделать лучше. Так, хорошо. Значит, да. Ну, и вот в связи с этим вот такая открытая проблема. Давайте… Вообще, задача интерполяции. Вот у нас есть множество какой-то точек рациональных и какое-то число К. И вот мы спрашиваем, есть ли К разреженный тропический многочин, который обнуляется на С. Ну, по-видимому, задачи НП трудные. Очень похожие задачи НП трудные, но в точности это неизвестно. Вообще, эта задача – это классическая, аналог ее классический. То есть, есть у нас какие-то точки, и мы спрашиваем, есть ли классический многочлен, малочлен, то есть К член, К малочлен, который на ней обнуляется, неизвестно. Является она вообще алгоритмически разрешимой. У нас там, я не знаю, есть 5 точек, даже от одной переменной. И мы спрашиваем, есть ли там, не знаю, 3 члена, многочлен из трех членов, которые на них обнуляются. Ну, может быть, для 3,5 известно, но в общем случае это вопрос, неизвестно, алгоритмически разрешимы ли это. Теперь я перехожу к последней теме Это к гипотезе Тау-гипотезе Шуба-Смейла В чем она состоит? Она выглядит очень так естественно Давайте возьмем Могочлен на одной переменной И будем изучать Рассматривать многочлены, у которых маленькая сложность Что значит маленькая сложность? Допустим, мы разрешаем вычислять многочлены Таким образом У нас есть переменные Начинаем с переменных Можно складывать, можно умножать Можно прибавлять какую-то константу Целую Можно делить даже Какие простейшие операции И мы просто считаем число таких операций Это и называется схемной сложностью И вот гипотеза Шуба-Смейла Стоит в том, что Число целых корней Тут важно, что целых корней Вот такого многочлены Одной переменной Оно оценивается полинемиально От его вот этой сложности От числа вот этих операций Ну, то какие вот Есть многочлены, у которых там много целых корней Ну, давайте возьмем Х, Х-1, Х-2 Вплоть до Х-Н Ну, вот у него корней У него корней Н Но говорится так Что его схемная сложность Будет, ну, тоже не меньше чем Примерно не меньше, чем Н То есть, хотелось бы, чтобы она была Там логарифма Т Ну, вот Ну, вот в этом, собственно, гипотеза и состоит Более того Эту гипотезу можно сильно упростить Это вот сделали Вот Агровал и Вини Она сводится к многочленам Которые, более того Не просто вот произвольные Такой схемы вычисляются А схемы, у которой глубины 4 Что такое схема глубины 4 Это вот Что такое схема глубины 1 Это просто Мы разрешаем что-то перемножить Сейчас идет слой умножений Это просто маномы Потом Второй слой Значит, мы эти Маномы можем сложить То есть, получается разреженное Многочлены Всего немного И манов немного И сложений немного Всего немного Потом Вот у нас получились Такие разреженные многочлены Мы их можем перемножить Опять немного Вот таких умножений Это третий слой Ну и четвертый слой Мы, наконец, сложили Несколько таких Небольшое количество штук Вот этот Вот такой многочлен Его можно в виде Такую формулу даже записать Сумма произведений Сумма произведений И вот говорится, что у него То есть гипотеза состоит в том Что у него Немного Будет немного целых корней Вот Гипотеза открыта Но вот для чего она, собственно, была нужна Вот шуб смел доказали Что из этой гипотезы следует Что П не равно НП В алгебраическом исполнении То есть алгебраический аналог Ну тут можно было вместо С Подставить Там Ку Там На самом деле Любое поле Характеристики ноль Вот То верна была бы Если бы из этой гипотезы следует Следует ПНП проблема Гипотеза открыта Вот что можно сказать Про ее тропический аналог Ну Давайте сначала посмотрим На формулы Значит Вот как я сказал Тут как бы Тут как бы Секеты Но можно рассмотреть еще и формулы Что такое формула Ну вот Формула Это как бы такое дерево У которого На В листях стоят переменные А дальше Что мы можем делать Ну либо сложить что-то Вот у нас есть вершина Вот из нее там Два сына идет Два или там Или один даже То мы можем что-то сложить Или перемножить Или там разделить Или умножить На какую-то константу Вот Ну и вот В корне В корне вот этого дерева Получается Результат этой формулы Ну и Давайте рассмотрим формулу У которой разрешается В качестве операций Максимум Сложение Ну а также умножение На произвольное Целое положительное число Вот такие формулы Можно было бы И положительное целое Разрешить Но тогда пришлось бы Изменить Определение тропических Многочленов Так что считаем Что просто целое Ну и Вообще Вот это умножение Вот Умножение на целое Положительное число Это просто Это соответствует Тропическому Взведению в степени Так что у нас Либо тропическое сложение Либо тропическое умножение Либо тропическое Взведение в степени Вот такие операции разрешаются. Ну и мы даже будем более щедрыми. Мы в размер формулы включим только максимум и плюс, то есть там, где растет два сына из вершины, а там, где растет один, то есть тропическое умножение, мы разрешим вообще бесплатно. Вот так вот, щедрой рукой. Так вот, оказывается, если это так, то всякий многощен, который вычисляется вот такой формулой тропической, размера С, у него корней тропических немного. То есть, ну, вот если была сложность С, размер формулы, то корней тоже, тропический корней тоже будет не больше, чем С. Это как бы, если угодно, это такой тропический аналог, аналог Тао-гипотезы Шуба-Смейла. Вот, но это формулы. Формулы это так гораздо более слабое вычислительное устройство, чем схемы. В схемах, схема это не дерево, это действительно просто некий граф, и мы разрешаем вот как угодно эти операции использовать. В формуле там, то есть, грубо говоря, если вы впишите формулу, вы должны, там, если вы, что-то, какое-то вычисление у вас произошло, там, два раза вы используете объект, вы должны его два раза написать. А в схеме можно вот один раз вычислили все и потом использовать. Поэтому это считается за один раз. А в формуле он считается, если вы два раза его написали, вот это, как бы, входит в размер дважды. Вот, а теперь, значит, а теперь мы наоборот покажем, что, вот мы показали, что для формул Тао-гипотеза верна, а тропическая. А теперь покажем, что наоборот, что для тропических схем она не верна. Получим, построим многощину, у которого будет экспоненциальное число тропических корней. Ну, вот, значит, тропические схемы, как мы говорили, они допускают максимум и сложение, и это определяет, вот, как мы говорили, выпуклую кусочную линейную функцию. Можно рассмотреть также и рациональные тропические схемы, они уже будут допускать еще и тропическое деление, то есть вычитание. Тогда они будут вычислять кусочную линейную функцию, уже не обязательно выпуклую. Такую произвольную, как бы. Вот, ну и вот теперь построим рациональную, сначала рациональную тропическую схему, которая имеет экспоненциальное число корней. Вот рассмотрим такую тропическую функцию. Вот, ну вот, ее классическая запись, это максимум вот из двух таких функций. Давайте, может, я график ее нарисую, если я вспомню. По-моему, он вот такой. Здесь единичка, здесь одна вторая. Вот он, по-моему, так приходит и вот так уходит. Вот это здесь единица, это симметрично. Может быть, я аж чуть-чуть ошибся, но вид такой. Это рациональная тропическая функция с другой стороны. И теперь лемма, которая, на удивление, была вот взята из вот этого дипленик глубокого обучения. Вот она им нужна, ну вот для чего они вообще используют, вот как вообще устроена вот эта современная технология дипленик. Это нейронные сети, как бы. Нейрон по старой такой философии, которую еще Минский там в 60-х годах придумал, это изображается персептроном. Персептрон, он функционирует так, что вот у нас есть там какой-то, допустим, нейрон, и вот в него приходят сигналы. Вот какой-то сигнал x1, x2 из соседних нейронов, как они вот там соединены там какими-то связями. Ну, не знаю, там xn какой-то. И персептрон действует таким образом. Значит, вот он вычисляет такую сумму, линейную просто функцию от x и так, где это некоторые веса. И говорится так, ага, вот если эта сумма меньше, чем некоторое c, это порог, то на следующем там такте нейрон остается пассивным, дезактивированным. А если она больше, значит он активируется. И там дальше посылает свой сигнал, там что-то происходит с ним. Вот, так вот, видно, что вот такая модель используется в современной технологии нейронов. И видно, что вот, ну, так, линейное неравенство, их, конечно, можно изобразить на тропическом языке. Там используя там максимум сложения. Ну, вот особенно, если, конечно, это целые. Веса там целые, скажем, да. И поэтому им, их интересует, вот людей в этом deep learning, их интересуют тропические функции. И они хотели бы, вот в данной статье, там, из которой эта функция взята, они хотели иметь функцию, которая очень простая. Потому что дальше она как бы итерируется. Вот в этой нейронной сети она, там много слоев. Почему deep? Это просто много слоев. В первом слое она вычисляется, в втором ее итерация и так далее. И там в катом ее ката-итерация, допустим. И мы хотели бы, чтобы вот ката-итерация там какая-то имела бы много корней. То есть у нее было бы много линейных вот этих областей. Это все функции, допустим, в данном случае от одной переменной. Хотя тут можно много переменных рассматривать. То есть вот была такая задача построить простую функцию, у которой действительно итерация имеет много тропических корней. Или что-то то же самое, это вот много таких областей линейности. И вот была такая конструкция у них построена. И, собственно, вот лемма была, вот, собственно, лемма от них взята, что ката-итерация такая вот этой функции, она имеет там два степняка интервалов линейности. Она так, очень такая прыгучая. Это утверждение или заказ, который был? Это лемма. Это лемма, да. Эта функция, она, ну, давайте, значит, вот эта первая итерация была. Значит, вот вторая итерация так выглядит. Значит, она, наклон у нее будет уже, вот у нее будет вот в два раза больше вот этих, то есть здесь было там два у нее, область ленина, здесь уже четыре. И так, с каждой итерацией число будет удваиваться. Она все... Это суперпозиция, что ли? Суперпозиция, да, да, да. То есть это то же самое, что мы итерируем функцию типа модуль x минус один? Ну, что-то вроде, да, 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 конечно. Ну, конечно, 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 да, да, да. Нет, просто вот, ну, это простое замечание, что действительно, вот из такого сорта функций легко получается, легко получается много корней то, что им и нужно было. Потому что, когда много областей, ну, когда много вот областей линейности, проще аппроксимировать. Ведь, на самом деле, никто, опять же, не точно не вычисляет какую-то функцию. А как дальше в нейронных сетях происходит? Дальше им нужно вот эти веса находить. И вот они находят так, они подгоняют веса, это такая же задача интерполяции, так, чтобы, ну, как бы у нас есть граф, вот только неизвестные веса вот эти. И дальше они говорят так, ага, давайте искать веса так, чтобы вот на многочисленных примерах, ну, там, скажем, в какой-нибудь игре ГО, там, как они обыграли чемпиона, там, они загрузили там миллион партий. И вот эта машина, значит, она подбирала вот эти веса так, чтобы вот на этих, хотя бы на вот этих примерах, миллионе там, примеров, которые у нее загрузили, она бы хорошо вот эта функция аппроксимировала бы вот эти выигрышные стратегии. Вот, ну, и она, конечно, может быть, полностью, тут, скорее всего, полностью-то и нельзя интерполировать. Но, в тём случае, мы хотим, чтобы было максимальное приближение, то есть ошибка на всех вот этих миллионных примерах, там, допустим, она была бы минимальной. То есть, ну, обычно это там очень такие методы тупые, там, что-нибудь типа суммы наименьших квадратов, там, что-нибудь, ну, ничего, никакой науки, к сравнению, там, пока не придумано. Ну, вот, так или иначе, вот эти веса как-то находят, то есть, не как-то находят, а машины как-то находят внутри себя. И вот, собственно, нейронные сети. А вот, то есть, всё, что мы взяли, это вот из этого дип-люнинга, это вот эта функция, так, чтобы она имела много итерат. Да, и вот мы сейчас её просто используем для наших сложностных целей. Да, более того, это всё на интервале 0.1, там, вне интервала 0.1, это вообще нас поведение не очень интересует. Да, теперь мы вот что сделаем. Нам, у нас всё-таки, мы говорим тут про рациональные функции, мы хотели бы её в полиномиальные превратить. Ну, это тоже несложно делается, просто можно, идя вдоль рациональной вот этой схемы тропической, где нужно рассматривать вот тропические вот эти функции, как дроби тропические. Дело в том, тропические дроби, они подчиняются тем же законам, что обычные дроби, там, складывать их можно, умножать. Точно так же числитель и знаменатель себя ведут по тем же правилам абсолютно. Поэтому мы можем просто, идя вдоль схемы, вычислять числители и знаменатели. Вот там, R это, RK будет числитель, SK будет знаменатель к этой функции. Ну, так идём, значит, вдоль этой рациональной и превращаем её в полиномиальные, вычислять числители и знаменатели. Ну, и поскольку, собственно, классически, TK это разность, RK и SK, то если, раз мы знаем, что она имеет много вот этих областей линейности, ну, значит, либо числитель, либо знаменатель, а на самом деле и тот, и другой будет иметь очень много областей линейности. То, чего мы добивались, ну, то есть, по крайней мере, вот столько там, ну, половина от вот этого будет иметь областей линейности. Так что, вот это пример, вот это, собственно, вот, например, если мы будем вычислять числитель этих дробей, то это будет в точности то, что нам нужно. То есть, схема тропическая, которая имеет очень простая, как мы видим, тут всего тут линейная от K операций, но у неё экспоненциально зато от K число тропических корней. Так что, это вот как бы, ну, опровергает, если угодно, тропический аналог гипотезы Шуба-Смеева. Всё, спасибо за внимание. Да-да, они зависят, конечно, конечно, да. И тут у нас присутствует С, а есть какие-нибудь, ну, похожие отвергения других полей? Ну, конечно, нет-нет, как я сказал, что поскольку, вот заметьте, что поскольку вот здесь всё рационально, вот-вот, ну... А можно ещё раз-то слайд подать? Давайте. Да, здесь, на самом деле, я написал С, честно говоря, для красного словца, я мог бы и К написать, мог бы Р написать. Поскольку, заметьте, что вот это, ну, скажем так, да, значит, вот поскольку речь идёт о целых корнях, ну, поэтому можно было бы поставить рациональное поле. Ну, тем самым, любое поле характеристики ноль. Дело в том, что если настоящая вот, настоящая ПНП-проблема, за которую там миллион дают, здесь должно было бы стоять конечное поле. Ну, когда С, ну, вот видите, даже это не доказано, о чём тут говорить? Какой уж тут миллион. А что, для С проще доказано? Ну, что значит проще? Ну, когда два утверждения доказано, какой из них проще? Нет, они независимы между собой, они не зави... Нет, секундочку, нет, нет, секунду, неправильно я сказал. По-моему, из, да, из настоящей ПНП-проблемы это следует, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Да-да-да-да, ПНП-проблема вот такая, для конечных полей труднее всего, если я не сейчас не ошибаюсь. А может быть, нет, нет, наверное, не следует. Это, так, внутри одно, то есть, так, если одно поле содержит другое, то есть гипотезы для меньшего поля следует, конечно, больше. Но это разные категористики, поэтому они, да, независимы, да, формально независимы, да. А ПНП-проблема конечного поля, это в точности классическое? Да, это в точности ПНП, да. А это я туплю, почему это не очевидно? Нет, ну, это просто вопрос определения, тут ничего мудрого нет. Нет, тут дело не в тупости, это просто, ну, тут такая цепочка таких тривиальных, как бы, эквивалентностей, там, нет, ничего, за этим ничего мудрого не стоит. То есть, пойти, можно было куку написать вместо цели? Можно было куку, да, 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 можно было куку, но можно было куку написать, да, 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 конечно. Но это не в один шаг придумывается, да? Ну, да нет, ну, вот все, может быть, и в три, но они все тривиальные, так что это не страшно. Еще вопросы? Да, вот я про нейтронную сеть, я очень понял. Нейтронную, нейронную. Нейронную, да. Да, 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 да. Вот, это все, перегрев ГУТ, главное, цель найти правильный ход, да? Ну, да, да. Что-то минимизовать, минимизовать. Ну, да, ну, это, нет, дело даже не в этом, там вообще, честно говоря, неизвестно, что, там вот просто все, что делает эта машина, она как бы, она находит вот эти веса. А как она их находит? Ну, ну, как-то так, ну, нет, ну, конечно, какой-то алгоритм там есть за этим стоит, но, в общем… Ну, наверное, да, наверное, она что-то вот случайно пытается подобрать их потом, если что-то видит, что что-то не так, на каком-то примере плохо, она что-то меняет локально. Там такие эвристические соображения, там, к сравнению ничего мудрого не придумали. Дело в том, что сейчас нейронные сети много к делу, Сережа даже лучше, может быть, знает, используется. Там в распознавании лиц, там, скажем, они используются, в роботике там уже черти где, поэтому это так, уже пошло так, вширь. Я просто хотел установить какую-то связь между найденной вами вот этой самой… Нет, я говорю, что вот… Я работаю сейчас? Да, 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 нет, нет, вот смотрите, если бы… Это как бы видится в одну сторону. Если бы вот функция, которую мы построили, имела бы мало, ну, мало вот таких областей линейности, ясно, что ей ничего хорошего не приблизишь. Поэтому для хорошего приближения, вот там сплайнами, как делают, нужно очень много областей линейности. Вот, собственно, это и происходило. Но это… Это понятно, что это необходимое условие, но недостаточное. Почему оно у них достаточное, я не знаю. Вот как они пишут, что им этого хватает. Они строят сплайны? Ну, в принципе, да, да, конечно, конечно. И чем больше эти колебания, тем точнее… Ну, да, что есть, есть шанс лучше приблизить, да, целевые функции, да, 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 да. Еще вопросы? Тогда давайте поблагодарим дозвольщиков. Спасибо. Спасибо.